Приветствую вас, и мне ваша проблема видится примерно так. Очевидно, что вы, вот знаете, сами, очевидно, что вы сами не очень хорошо устроились в жизни. То есть, что это значит по сути дела? По сути дела это означает только то, что вы, значит, не чувствуете, не чувствуете, что в данный момент делаете что-то, что вам интересно, что вам нравится, что вы хотите и так далее. Вот. С какого-то момента вы начали чувствовать, что, значит, оправдываете ожидания других людей, но не своих. И это не свои ожидания, это тоже очень важный на самом-то деле момент. Потому что если человек оправдывает не свои ожидания, а ожидания других, то он по сути дела всегда для чего-то это делает. То есть, человек для чего-то обрадовывает именно чужие ожидания, а не свои. Ну и первое, что нужно сделать, это постараться попытаться понять, значит, вот, значит, с какого момента вы стали чувствовать, да, что, значит, оправдываете не свои ожидания, а ожидания других людей. То есть, с какого момента у вас это началось? Что послужило этому причиной? Ведь мечтать вы перестали после того, как поменялся ваш ориентир. Да, после того, как вы стали ориентироваться на других людей, не на себя, а на других. И, соответственно, именно по этой причине, именно из-за этого у вас и начали возникать подобные трудности. Ну так, вот, соответственно, если мы говорим об этих трудностях, то здесь я и хотел бы за часа определиться вот с вашими ориентирами. Далее, для чего вы работаете, ну вот, там, где вы работаете? В каком цели? Чего хотели бы получить, что хотели бы выявить из этого? То есть, для чего вы работаете? Это второе. Чуткое понимание своих целей и четкое понимание мотивов и стимулов, для чего вы занимаетесь тем или иным делом. Далее, далее я рекомендую вам двигаться по такой цепочке. Значит, первое, это цель на отдельное призывание. Цель направленная на совместное призывание, ой, то есть на отдельное призывание, самостоятельное, прошу прощения, на самостоятельное призывание. Вот, значит, далее, апеллирование, апеллирование к своим темертам, к своим взглядам, к тем важным вещам, которые вы считаете таковыми для себя, естественно. Далее, формирование из этого, я имею ввиду, из этих вот, ну, из этих вещей, из этих ситуаций, своих, значит, идей, идей, то есть вначале вы, как бы, себя, вначале вы их, как бы, себя стимулируете, да, на то, чтобы у вас появился, появились какие-то ценности, это будут первичные ориентиры. Потом на основе этих ценностей у вас появятся свои взгляды, свои идеи. А потом из этих идей будут формироваться и, собственно говоря, ваши цели. А вот вы, мне кажется, мне кажется, что вы забыли, вы забыли свои взгляды, вы забыли свои цели. Вот вы забыли это. И по этой причине, именно по вот данному моменту, из-за того, что вы забыли это, значит, мне кажется, что, именно из-за того, что вы забыли это, мне кажется, что у вас теперь данная проблема, наверняка, то есть, она связана с тем, что вы забыли, кто вы куда идете, связана это во многом еще и потому, что у вас нету своего собственного пространства, а пространства нету своего собственного, как бы, угла, нет своего собственного личного пространства и вычеркнуть, из-за того, что живете, как бы, ну, по сути дела, над других людей. А это всегда довольно травмирующий фактор. Вот так вот, я вам думаю, стоит поступать. Естественно, наилучший вариант, это, если бы вы обратились к психологу, и именно с психологом проработали бы данную проблему, потому что только с психологом вы используете в короткие сроки для себя понять, кто вы куда идете, чего хотите, что вам действительно важно и так далее. Кроме того, кроме того, не стоит забывать, что часть ваших мечтаний, вот, о которых вы говорите, они сбылись. И вполне возможно, что ваше сознание теперь защищает вас от этих мечтаний, то есть не позволяет вам мечтать. Именно для того, чтобы мечты не сбывались, чтобы вы не теряли смысл своей жизни. То есть иногда вот такое бывает, что здесь, конечно, этот защитный механизм, он с вами сыграл довольно злую шутку, и вам нужно, так сказать, учиться это контролировать. Опять же, опять же, опять же, опять же, ваши цели, идеалы, стремление и так далее, это все очень важный момент здесь. Вам нужно не книги и советы читать, а вам нужно больше бывать наедине с собой, прислушиваться к себе и доверять, опять же, своим переживаниям. То есть, если этого не происходит, если вы с вами при желании не доверяете, то, получается, вы не уверены в себе, а с неуверенностью в себе уже нужно работать, так-таки, повышая и воспитывая в себе любовь к себе, уважение и принятие, а также все ценности. Это вот то, что вам нужно делать. Ну и, наконец, последнее, вы сказали, что в последнее время у вас началось такое ощущение, соответственно, когда оно началось, с какого момента, что это предшествовало, вот все это тоже нужно разобрать. Вполне вероятно, что произошли какие-то события, которые были интерпретированы вами в контексте своих собственных слабостей, и отсюда вам не классно такая вот реакция. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok